Пластиковые животные, подводные лодки, одежда из подручных материалов. В третьей школе прошла ежегодная игра «Кругом вода». Ученики боролись за звание самой эрудированной школы. Традиционная игра «Кругом вода» прошла среди четвероклассников школ города. Учащиеся собрались, чтобы выявить самых эрудированных, находчивых и внимательных. Сегодня 10 команд подготовили домашнее задание – визитку. Команда школы-16 показала себя с творческой стороны. Девочки своими руками шили одежду из весьма нестандартных материалов. Сегодня на конкурсе мы представляли модели из бросового материала. Костюмы мы уже шили коллекцию на год экологии. К этому конкурсу мы подготовили специальный пакет из пластиковых бутылок, который являлся ключевым на сегодняшний день. А команда из шестой школы продемонстрировала свой домашний зоопарк из бутылок. Подготовка к этим поделкам заняла примерно неделю. Ну, это было сложно, но интересно. Мне очень понравилось сделать этот зоопарк. Он получился такой смешной и интересный. Интеллектуальная игра «Кругом вода» ежегодно проходит в 3-й Северодвинской школе. Она посвящена Дню воды. Умницы и умники города выполняют задания и отвечают на вопросы. Игра в стиле «Брейн Рин». Дети целый год готовятся. Ну, а потом приходят и показывают свои знания на базе нашей школы. Значит, ну, это традиционные школы. Есть школы, которые вновь участвуют. Мы всем очень рады. В апреле у нас будет День земли. Тоже городская игра, но уже среди пятиклассников. Примерно 70% поверхности земли покрыто водой. Человеку же надо пить около двух литров воды, чтобы быть здоровым. Поэтому роль воды в жизни человечества всегда будет важна. Роль воды в том, что она дает жизнь всему живому. Если ее не будет на планете, то на планете не будет никого живого. По итогам игры первое место одержала команда из девятой школы. Второе призовое место поделили 12-я и 24-я школы. А 28-я и 29-я расположились на третьем месте. Нелли Шальчик, Дмитрий Ткаченко, Вестник Северодвинска.